Субтитры делал DimaTorzok 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 И поставим ключ I И давайте посмотрим Касается ли оно Каким-то хотя бы углом Нашего бэкграунда Да, вот здесь есть Некое смещение То есть где-то есть касание Оно незаметное, но Мне кажется, что оно проходит в любом случае А, вот видите, есть Давайте в десятом кадре Наше изображение сместим немного назад И поставим опять I, Location И посмотрим, как сейчас это выглядит Касается ли где-то Абсолютно нигде не касается Наше изображение бэкграунд Поэтому мы оставляем так Смотрим, как это выглядит на экране Через камеру Alt-A Ну, вот симпатичненько как-то так Теперь Нам мало того, что Есть вот Надпись Вот логотип фейсбука Нам нужно еще дать ссылку какую-то На свою страницу Чтобы человек смог перейти В данном случае я буду давать свою ссылку Вы делаете ссылку на сайт Если у вас там Есть вот здесь логотип сайта вашего Либо ссылку на YouTube Если вы просто рекламируете канал YouTube Да То есть Ну, в любом случае Вы разберетесь, что за ссылку сюда поставить Жмем Shift-A Я буду это делать через текст Rotate по X-90 Перемещаем Где-то На вторую клеточку На две клеточки от бэкграунда Смещаем вниз Где-то вот так он у нас будет Где-то вот так будет Это раз Второе Нам нужно сменить надпись Dot com Slash Need Art So Movie Нажимаем Tab Так, вроде все правильно написал Мы можем С текстом здесь Играть То есть вот здесь Ну, давайте поставим Потому что мне не сильно нравится Но так скомка Но давайте поставим Где-то Один и два Промежуток между буквами Вот уже лучше стало Мне кажется Более читабельно Да, вот так мы его поставим То есть Ну, сейчас, по крайней мере Видно все Окей Давайте переместим За границы кадра И Давайте сделаем А Следующее давайте действие сделаем Нажмем Alt C Mesh from Curve Теперь Продублируем Shift D И переместим На слой И этот переместим На слой Так M На второй слой Снизу Для чего мы переместили На третий слой Это у нас будет Некий маркер До каких пор То есть мы просто Мы сейчас его выставили В дальнейшем Мы будем Когда делать анимацию Чтобы E пришло на свою На свое место И на свое В на свое место Мы просто его продублируем Потом В дальнейшем Мы его удалим Переходим на Слой Где у нас Буквы Находятся Перемещаем Все Окей Alt C Мы уже нажали Жмем Ctrl A И жмем Location Вот это действие Оно обязательно Для того Чтобы вы Наверное уже Видели Как мы работаем С Commotion Tool И вот это действие С позиционированием Центральной точки Пивота Очень важное При работе В дальнейшем С анимацией Многих объектов Потому что Относительно него Будет вестись Отчет Повторения Анимации Одного объекта На оставшиеся Объекты То есть Если мы анимируем E Простыми словами То от этой точки Будет зависеть Насколько адекватно Эта анимация Скопируется На I V O M И так далее Давайте Сделаем еще Одно действие Чтобы потом Не делать это Для каждой буквы Мы Дадим Материал Зададим материал Нашего текста У меня вот Он уже создан Ну по сути Это обычный Белый материал Мы просто выбрали Emission И просто Оставили белый цвет Вот На восьмерочках Все Точка 8 Давайте делать анимацию Но прежде чем Делать анимацию Нам все буквы Нужно разделить Разделяем Его следующим образом Вся анимация Будет начинаться С буквы Е То есть мы Будем сейчас Поочередно Справа налево Отделять Буквы В отдельной Мэше И у нас Состоит из двух Частей Поэтому Ставим курсор Вначале На палочке Потом на Точке И жмем P Selection Здесь L P Selection И повторяем Для всех Наших Объектов Не забываем Проточку K У нас Тоже Состоит Из двух Объектов Давайте опять Через камеру Выходим Из режима Редактирования Давайте Включим Наш Маркер Слой В двадцатом Кадре Мы для Е Поставим Location В этой Позиции И перейдем В десятый Кадр В тридцатый Точнее Кадр И переместим Здесь Нашу Е На свое Место В конце Анимации Давайте Перейдем Такой Вот Вид Чтобы Видеть Как Наша Е Насколько Она сместилась Ну где-то Вот так Мы почти Правильно Все сделали Так У нас Там чуть-чуть Получилось Смещение А Ну все Нормально Пускай Будет Так Ставим И Location Через камеру Возвращаемся В первую В двадцатый кадр Открываем Боковую панель Здесь Выделив Е Жмем Transform To Delta Это раз Второе Нам нужно Теперь Выделить Все оставшиеся буквы Этот слой Мы можем Кстати Скрыть Выделяем То есть Как всегда Е у нас Светло-оранжевое Все остальное Темно-оранжевое Здесь Выбираем Name И Жмем Copy Animation Смотрим Как Что у нас Получилось Все буквы Разом Выдвигаются Давайте Через камеру Посмотрим Как это Выглядит Все буквы Разом У нас Выдвигаются На свое Место Что мы Можем Сделать Чтобы Это Выглядело Более Приятно Мы Можем Задать Смещение Хотя Бо Один Кадр Frame Offset Один Кадр И Жмем Offset Animation Смотрим Как Это Выглядит Вот Так Это Выглядит Как Мы Еще Можем Улучшить Эту Анимацию Давайте Кстати Сохранимся Всю Анимацию Сохраняю В Блоке Анимация Blends Shot Six Шестой Кадр Сохранили Давайте Выделим Е И Улучшим Еще Немного Анимацию Через Кривые Сейчас Сделаем Некий Такой Как Это Назвать Аккордеон Что Ли Такой У нас Будет Наша Надпись Вперед Продвигаться И потом Отпрыгивать Чуть Назад То есть Это В этом Моменте Жмем В Free И Здесь Мы Тянем Нашу Смотрите Как Это Выглядит Е Идет Пробегает Чуть Вперед И Затем Возвращается Назад Пружинит Но Это Слишком Уж Так Как То Давайте Посмотрим Сейчас Ну Вот Что Это Вроде Этого Мы Можем Тут Чуть Конечно Растянуть Это Все И Сделать Так Да Опять Выделяем Давайте Это Скроем Посмотрим Как Мы Сейчас Весь Этот Переход Переместим На Оставшийся Копия Анимеш И Offset Анимеш И Смотрим Как Это У нас Углянет Буквы Как Будто Друг На Друг Сейчас Запрыгивают И Потом Возвращаются В свое Место На Сво Место Смотрим Мне Кажется Просто Вот Эту Анимацию Немного Нужно Сделать Более Длиннее Поэтому Давайте Вернемся К Е Откроем Доп Шит И Здесь Мы Раздвинем Наш Так Текст У нас Просто Текст Давайте Выберем Текст Диамант Наш Текст Выделяем Только Второй Диамант И Раздвигаем До Сорокового Кадра Сорокового Кадра У нас Находится Вот Здесь Жмем Жмем А Даже Давайте Знаете Что Сделаем Давайте Переместим Все Вот Эти Кадры Всех А Будет Посложнее Давайте Вначале Переместим Только Нашего Е В Сороковой Кадр G И Здесь Ставим Enter Теперь Перемещаемся Вначале Опять же Копируем Анимацию Копируем 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 И Жмем Offset Animation И Смотрим Как Теперь Это Выгнил Ну Мне кажется Что Сейчас Оно Более Плавно Будет И Более Презентабельно Единственное Кажется Что У нас Offset Animation По-моему Не Сработ Опа 20 Кадр 20 Кадр И Здесь Пишем Offset Animation Альта Да Окей Мы на этом Останавливаемся Так как Здесь Можно Еще Улучшать И Улучшать Но Вы Принцип Поняли Что Здесь Можно Сделать Здесь Мы Можем Естественно Сделать Action Линию Давайте Ее Наверное Так И Сделаем Action Линия У нас Будет Следующая Она Будет Как бы Е Повторять Движение Е То есть Вот где-то Начиная С 30 Кадра Давайте Сделаем Shift A Mesh Plane Rotate PXU 90 Давайте Z И По Кадрам E У нас Приходим В Tab Это Удаляем A Поднимаемся До E Сюда Доходим Даже Я бы Сказал Чуть Чуть Назад Сюда И Давайте По Кадрам Поездим Посмотрим Где У Нас Давайте Где-то Да С Этого Начнем Чтобы У нас Не Слишком Длинная Была Жмем A W Subdivide 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 Теперь Нажимаем O Включаем Пропорциональное Редактирование G В принципе Нам Наверное Нужно Все-таки Вот здесь Это Все Сделать Только Я бы Даже Сделал Вот Просто Так Все-таки По Прямой Идет Tab Alt C Mesh Shift А У нас Будет Circle Alt C Делаем его Curve Называем Form Action Line Line Переходим Сюда Переходим На вкладку Так Alt C Curve Тут Надеюсь У нас Да Переходим На вкладку Для Линии Form Alt Здесь Уменьшаем Это Все Перемещаем Естественно На какой-то Из Слоев Слой Включаем Делаем Тонкой Линию Применяем Для нее Некий Материал Материал У нас Будет Text Material И Смотрите Что мы Делаем Давайте Поубираем Эти Боковые Панели Будем Смотреть Через Камеру В Кадре Где Е Заходит Сюда Мы Будем Пускать Уже Эту Линию Тогда Здесь Мы Ее Делаем В Ноль То В Кадре 30 Мы Ставим Ноль Перемещаемся В Сороковой Кадр В Сороковом Кадре Мы Делаем Ее Полную Ай Ай И В Пятидесятом Мы Убираем Смотрим Как Это Выглядит Мне Кажется Что Здесь Немного Нужно Быстрее Лайн Давайте Назовем Все Таки Как То Переназовем Лайн Вот Она Переназвалась И Вот Здесь Мы Сделаем Чуть Побыстрее На Пять Кадров Джи Да Вот Где-то Так Альта Ну Вот Уже Лучше Мне Кажется Вы Конечно Экспериментируйте Ну Мне Кажется Вот Так Нормально Давайте Сохраню Файл Так Вот Этот Мы Удаляем Маркер Единственное Что Наверное Экшн Линию Мы Сюда Переместим Ну Смотрите Экшн Линия Должна Быть Обоснованной Здесь Я Сделал Чуть Чуть Кривоватой Да Хотя Она По Иде Должна Быть Прямой Но Прямые Они Как Б Не Совсем Красивые Когда Экшн Линии Прямые Поэтому Делайте Ее Всегда Обоснованной Вот Моя Рекомендация Давайте Сделаем Здесь Рендер Посмотрим Как Это Выглядит Ну Довольно Таки Красиво Выглядит Чистенько Так Все На этом Я вас Поздравляю Вы Прошли Блок Анимации В В следующем В следующем Блоке Уроков Мы С вами Будем Эту Анимацию Только Улучшать И Естественно Вначале Смонтируем Выведем Ее Затем Смонтируем Точнее Вначале Смонтируем 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 Добавить Добавить Какую-то Музыку Либо Слова Сверху И Выдавать Как Некий Маркетинговый Продукт Маркетинговое Видео Все До скорой встречи В новом блоке Поздравляю вас Еще раз Продолжение следует...